Ребят, всем привет! Вы находитесь на канале Мир Биткоина, где я рассматриваю успешные ICO стартапы и проекты. В сегодняшнем видеообзоре рассмотрим с вами проект, который называется OAX. Сейчас мы находимся на официальном сайте данного проекта, который у нас предоставлен на двух языковых переводах. Это китайский и английский. Данный проект у нас является новым взглядом на децентрализованные биржи. Это у нас платформа, которая возьмет передовые технические разработки на базе блокчейна Ethereum, такие как платежные системы Raiden, Swap, ERC20 и модернизирует их для преодоления сложностей, с которыми сталкивается SEM, это текущая модель централизованных бирж. Также на официальном сайте у нас предоставлены новостные обновления данного проекта. В принципе, вы с каждым из них можете более детально ознакомиться и более детально углубиться во все новости и обновления данного проекта. Хочу сказать, что благодаря открытому исходному коду проект у нас будет прозрачным. Он будет подвергаться тщательному анализу. Пользователи и многочисленное сообщество могут вносить свои вклады в развитие проекта. То есть вместо централизованной власти единственным способом обеспечения прозрачности является ведение учета в блокчейне. Используя новейшие технологические достижения, обладая также реализованным открытым исходным кодом, платформа интегрирует сильные стороны уже существующей модели, так сказать, с лучшей функциональностью, с параметрами децентрализованной модели, то есть минимизируя недостатки обеих систем. Проект предложит возможность подключения к вторичным децентрализованным рынкам. То есть это у нас будут обменные услуги для токенов Ethereum и ERC20. Эти токены могут быть в виде токенов ETH. Также предоставляют токенизированную форму вне блокчейных активов. И давайте с вами рассмотрим ключевые задачи данного проекта. Это у нас перенести существующие биржевые платформы на залоговые. То есть это соединяя фиат и токены прозрачным образом, которые имеют уже обеспечение. Также предоставить торговлю кредитным риском, чтобы дать возможность механизму ценообразования и голосу рынка, так сказать, определять кредитоспособность. В случае возникновения споров обеспечить их разрешение за счет доступа к залогу. Также перенести существующую базу пользователей данного проекта на новую платформу, обеспечив необходимое количество начальных пользователей. Также, в принципе, затем наращивать консорциум новыми существующими биржами, которые желают перейти на платформу OpenOX. Также, благодаря созданию фонда, данный проект сделал первоначальный запуск проекта, и он будет способствовать, так сказать, уже использованию любого имеющего соответствующего программного обеспечения. И, в принципе, наконец-то следует отметить то, что платформу не следует рассматривать как проект OIX. То есть, исходный код является открытым исходным кодом, он действительно является некоммерческим, и самое главное, всем существующим новым биржам предлагается пересоединиться. Давайте также рассмотрим с вами команду создателей прекрасных данного проекта, которая находится перед вами. С каждым из них вы можете более детально ознакомиться и, в принципе, понять, кто же разрабатывал данный проект, с каким опытом работы и с каким профессионализмом. Все ссылки также я предоставлю под данным видеообзором для полного вашего ознакомления с данным проектом. Также можно посмотреть партнеров и, в принципе, вот техническая документация, которую я вам и предложу сейчас перейти. Она у нас состоит из пяти переводов. Это такой английский, китайский, испанский, корейский и русский. Мы с вами откроем русскоязычный, но если кому-то более детально будет, в принципе, удобнее ознакомиться с другим языковым переводом, то, в принципе, переходите на официальный сайт и здесь, в принципе, вы можете открыть ту или иную техническую документацию с нужным вами переводом. Также в конце официального сайта у нас есть социальные сети данного проекта, такие как Twitter, Telegram, YouTube, Bitcoin, TalkVet, Facebook и множество других. Сейчас давайте перейдем с вами к технической документации. Она у нас русскоязычная, как я уже сказала, состоит из 22 страниц. И, в принципе, тот или иной вопрос, который вас интересует в содержании, можно с ним ознакомиться. У нас есть, в принципе, фонд и управление, есть также ведение, продажа токенов, распределение токенов, ограничение по использованию средств и множество других. Хочу, в принципе, порекомендовать вам, если понравился данный проект, если вы с ним ознакомились по официальному сайту и, в принципе, планируете сделать какие-либо инвестиции, то предлагаю вашему вниманию более детальное ознакомление с данной технической документацией, также ознакомление со всеми нюансами и рисками, которые здесь предусмотрены. И, в принципе, тогда уже делать и принимать взвешенные решения по своему усмотрению. Поэтому, в принципе, ознакомьтесь с данным проектом, переходите во все необходимые социальные сети, для того, чтобы быть в курсе всех событий, и тогда уже на свой собственный страх и риск принимайте активное участие в данном проекте. Напоминаю, то, что мой видеообзор является информационным, он, в принципе, не несет никаких наставлений и юридических каких-либо закреплений, поэтому все, что вы не делаете, делайте только лишь на свое усмотрение. Также можете почитать информацию о целях, также платформа, что она, в принципе, себя представляет, что планируется на будущее. Также, в принципе, рекомендую вам посмотреть планы, которые хочет осуществить данный проект, и, в принципе, думаю, что у них все получится, так как он является уже довольно-таки актуальным в наше время и решает действительно глобальные проблемы, которые, я считаю, что в данной отрасли должны быть непременно решены. Поэтому присмотритесь к данному проекту и уже самостоятельно принимайте решения. Я желаю вам хорошего выбора своего проекта, а данной кампании желаю достижения всех поставленных целей и задач. Что ж, всем хорошего дня, всем пока!